Марат Амирович, я не знаю, слышали ли вы все, что я вещала 13 минут до этого, или не слышали? Нет, не слышал. Я настраивал технику, переживал, чтобы быстрее подключиться. Ну, в общем, скажу я так. Я от себя лично, как от амбассадора, подвела итоги, что происходит в фонде на сегодняшний день. Возможно, я не права, была в чем-то права. Хотела, чтобы вы послушали, но так как вы не выслушали, не в теме. В общем, будет позиция амбассадора и позиция ваша тогда. Ребята послушают и то, и другое. Так, как у вас настроение? Отличное. Слышно? Меня тоже слышно, хорошо видно, да? А то вы у меня пропадаете. Да, у меня картинка висит, а звук слышно, хорошо. Все, отлично тогда. Марат Амирович, в общем, я рассказала тут немного о том, что происходит, что у нас на сегодняшний день делаются конкретные шаги про изменение структуры фонда, чтобы Марат Амирович был не один у руля, а все-таки то, что ждут все. То, что мы нашли взвешенное решение о сложившейся ситуации единогласно и одобрены советом фонда. Так, дальше я рассказала о том, что нам могут дать доли, покупка долей, что если на сегодняшний день купить на 1000 долларов долю, то она у нас превратится через два года примерно в 100 тысяч долларов. Если купить долю на 10 тысяч долларов, это как раз-таки шанс стать долларовым миллионером. Вот, возможно, я опять же в чем-то не права, и вы меня поправите. Конечно же, всем посоветовала приобрести Sunny Man и стать солнечным человеком не только снаружи, но и внутри. Всех отправила в Амир Академию, потому что мы скоро будем проходить переквалификацию каждый инвестор для того, чтобы переходить на следующий уровень. В общем-то, если коротко, то так. Какие у вас есть дополнения? С чем вы хотите нам сегодня выйти? Может быть, у вас какая-то есть новость? Все совершенно верно. Да, работа ведется семимильными шагами по поводу восстановления нормальной работы кошелька и компании в целом. Да, и те знания, которые вы посоветовали, порекомендовали, они только будут содействовать и улучшать нашему общему развитию и Амир Академии, и Sunny Man, и, скажем так, инвестиционное сообщество. То есть присоединиться к совладельцам, к совладению компанией – это тоже такой огромный шаг в вовлечении во внутреннюю работу компании. Ну и, соответственно, посильный вклад. Ребята не только могут деньгами инвестировать, но и найти какую-то свою лепту в развитии компании. Да, и мы сейчас отходим от такого единоличного централизованного управления к уже более децентрализованному управлению, который тоже даст свои плоды к улучшению развития. Ну, по крайней мере, там повысит какие-то гарантии, там какую-то стабильность, чтобы работа огромного холдинга не зависела от одного человека, а уже была… Паратомирыч, а можно как раз-таки раскрыть детали, как вы к этому идете? То есть конкретно какие шаги уже сделаны или какие в ближайшее время будут сделаны для того, чтобы прийти к такому управлению? Ну, сформирован наблюдательный совет с определенными полномочиями, да, и чтобы попасть в этот наблюдательный совет, есть определенные требования. Соответственно, это и как доверие со стороны компании к члену наблюдательного совета, так и к действию будущего члена наблюдательного совета, ну, то есть его доказательства приверженности и лояльности к компании, да. То есть, ну, мало того, что он будет сам со владельцем, плюс, если, ну, его одного там голоса не хватает, ну, или доли там не хватает, то он набирает определенное количество таких же соучредителей, то есть набирает пул до одного процента или свыше одного процента и получает членство в наблюдательном совете. Ну, это тоже говорит о том, что человек уважаем своим сообществом, ну, и, соответственно, его сообщество как бы поддерживает, ему доверяет свой голос представлять именно в наблюдательном совете. Марат Амирович, я как раз таки, да, 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 говорите. Минимум из двадцати трех человек, и в наблюдательном совете один человек – это один голос, независимо от количества акций, которым он владеет, сам лично. Марат Амирович, вот как раз таки я лично собираюсь наблюдательный совет, и я собираю группу людей. У меня люди интересуются, Свет, а как в дальнейшем, то есть каждый покупает от своего кабинета доли, токены, как он будет знать или как голосовать за то, что я попала в наблюдательный совет? Сейчас мы этот механизм, ну, продумываем, как его сделать автоматизированным. Ну, то есть внутри личного кабинета будут несколько кандидатов, и, соответственно, вы на основании владения долей отдаете, ну, как скажем, право управления своей долей, именно право голоса управления своей долей, то есть вы не долю передаете, а вы передаете право голоса, имеется в виду, чтобы от имени вашей доли этот человек выступал в наблюдательном совете. То есть над автоматизированным механизмом мы работаем, ну, скорее всего, это будет внутри личного кабинета. Ну, а сколько человек будет, сколько человек будет выдвинуто, и каждый человек просто скажет, я хочу быть, или как это будет происходить? На начальном этапе, наверное, мы будем принимать заявки от, как скажем, от всех желающих, от любого желающего человека, и потом внутри какой-то определенный отсев будет происходить. Понятно, что дело, ну, человек там с малой долей, да, там, он там автоматически будет не в приоритете, да, там, а люди, которые уже будут набирать дополнительное количество голосов, поддержки, то, соответственно, они в рейтинге будут, ну, повышаться, и, соответственно, у них будет больше шансов, так сказать, набрать необходимое количество голосов. Пока полный механизм, ну, не проработан, он прорабатывается, можно сказать, ну, в ближайшее время, я думаю, что мы этот механизм, ну, разработаем и прозрачно объявим, ну, объявим, и он будет прозрачно доступен в личном кабинете у каждого. Так, Марат Амирович, у меня теперь пришли вопросы по Амир-Вале-2, я бы хотела их задать, которые они услышали на вашей презентации и на слайдах. Так, аирдроп на токены кошелька от какой суммы или от чего зависеть будет? Я слышала об этом точно, что держателям кошелька будут начисляться токены компании, биржи, меты. Хотелось бы понять точно, тогда можно увеличить долю по кошельку в ущерб остальным токенам. Да, этот механизм тоже на стадии разработки. Самое такое простое решение, которое у нас сейчас вот надлежит на поверхности, это, например, 1% токенов других проектов будет начисляться на количество токенов Амир-Валлета. Например, у вас 1000 токенов Амир-Валлета, 1% это 10 токенов другого проекта, например, там АМИКС или Амир-Медиа-Токен, да, к примеру, то 10 токенов Амир-Медиа-Токен и 10 токенов АМИКС вам начислятся за то, что вы являетесь токен-холдером Амир-Валлета-Токена. Амир-Валлета. Так, понятно, но, соответственно, это сейчас на данный момент прорабатывается пока. Конкретно мы сказали, сколько будет. Еще прорабатываются другие дополнительные механизмы, ну, в том плане, что кто там за последние 3 месяца не нажимал кнопочку «вывод», к примеру, тоже будут, ну, дополнительные какие-то привилегии на, вот, именно в аирдропе будет. Ну, даже те, кто, ну, выводил деньги, им тоже будут начисляться токены, будет учитываться, какое количество раз он там выводил, какую сумму от депозита выводил. Ну, то есть, вот эти все моменты будут учитываться, и, соответственно, из всего этого будет определенная выстраивается математика, то есть, потому что количество токенов, участвующих в аирдропе, оно ограниченное. И мы разрабатываем механизм, чтобы, ну, каждому, скажем так, по труду, каждому по способности, вот это ограниченное количество токенов было, скажем так, распределено. То есть, вы сейчас говорите о лояльности тех инвесторов, которые, в принципе, не выводили, не нервничали, не ставили деньги на вывод, не тестировали, их премируют токенами и АВТ, и АМИ, и АМИ, и АМИ, и АМИ, и АМИ. Ну, как находим антикризисные меры выхода из этой ситуации, чтобы как можно больше людей, скажем, находились в спокойствии, были, ну, скажем, заинтересованы в дальнейшем стабильном развитии фонда, ну, и, соответственно, тем самым мы их мотивируем, ну, к дальнейшему, скажем, сохранению этого спокойствия. Таким механизмом призываем людей, скажем, меньше всего проводить какие-то операции. Так, следующий вопрос. За счет чего будет расти токен? Если 50% будет продано внутри АМИР, когда Рустам нам рассказывал про токеномику, он приводил пример, когда большую часть какого-то токена раздавали до листика, до листинга, он говорил, зачем мне заходить в такой проект? Понимаешь, что здесь не раздают, продают, но все же, кто будет заходить в токены, если на момент листинга останется только 50%? К сожалению, пришлось Рустаму тут напомнить. Ну, если говорить с точки зрения математики, токенов ограниченное количество, и токены дают определенную привилегию. То есть для того, чтобы иметь токены и, ну, иметь мотивацию в дальнейшем их держать, есть определенные механизмы, то есть токен-держатель, он будет получать какие-то определенные выгоды от того, что он их будет держать, эти токены. То есть он будет получать какие-то определенные бонусы, подарки, возможности и так далее. Ну и, соответственно, его мотивация будет в том, чтобы как можно дольше и больше удерживать этих токенов у себя. Соответственно, они ему будут приносить дополнительную определенную выгоду. И, соответственно, мы это будем пропагандировать, мотивировать, и люди будут держать их у себя, то есть не продавать, просто потому что они растут в цене. Ну и, соответственно, те люди, которые захотят в этом участвовать, они будут искать повод купить эти токены у других людей. Соответственно, будет возникать спрос, спрос повлечет за собой, опять же, повышение цены, повышение цены повлечет за собой, опять же, удержание. И за счет того, что их ограниченное количество, а мы постоянно растем, то есть на сегодня у нас там 86 тысяч активных инвесторов, мы планируем к концу года, что у нас будет их уже более 250 тысяч инвесторов. И вот за счет расширения нашей аудитории мы повышаем спрос, повышение спроса будет вести за собой повышение цены. Токены можно будет потом друг другу продавать внутри кабинета АМИР? Естественно. Уже, я думаю, что к апрелю месяца мы именно внутренние токены, которые продавались именно внутри АМИР Волит, уже в апреле будет возможность их продавать на свободном рынке. Те токены, которые на сегодня покупаются на внешнем рынке, не уже и сегодня, скажем, размещаются на разных площадках, где вы их можете покупать и продавать. А на каких площадках уже размещаются токены, чтобы посмотреть? На децентрализованных биржах я попросил ребят сделать несколько кейсов, пока они, скажем, не таких показательные, то есть там покупали их условно по 20 центов, и сейчас там есть цена, уже зафиксированная цена 18 центов. Но это такой не очень хороший показатель. Мы хотим достичь момента, когда токены пойдут в рост, будут расти в цене, и, соответственно, зафиксируем эти сделки купли-продажи и будем показывать их в качестве уже такого положительного примера для большинства. То есть в ближайшее время у нас появится либо видеоролик, либо информация, да, уже? Да, да, пока размещение идет на децентрализованных биржах. Планирует ли Амир выкупать токены по такой же цене, к примеру, через год-два? Естественно, мы заложили определенное количество денег и определенное количество токенов непосредственно самих для обеспечения ликвидности. Мы очень, ну, компания заинтересована в том, чтобы по нашему токену были большие объемы торгов, для того, чтобы сообщество увидело, что это достаточно ликвидный хороший инструмент. И в том числе выкуп и, там, ну, например, если пойдет хороший большой спрос, то, соответственно, мы будем выбрасывать какое-то количество токенов для того, чтобы удовлетворить. Ну и, соответственно, в дальнейшем будем выкупать эти же токены. То есть мы активно будем принимать участие в купле-продаже наших токенов просто для того, чтобы обеспечить объем, объем на рынке. То есть многие биржи, ну, как, привлекают именно комьюнити, вот, очень высокая ликвидность. Многие биржи хотят, чтобы мы размещали свои токены у них на площадках, потому что это повышает их объем торгов. И, соответственно, в объемах, ну, этой торговли мы принимаем участие. То есть, соответственно, у желающих продать мы выкупаем. Ну и, соответственно, желающим купить мы это предлагаем. И для этого используем какие-то определенные свои ресурсы, свои возможности, свои знания. Марат Амирович, а токены будут в стабильном или накопительном счете? В ближайшей перспективе мы не рассматриваем. Но не исключаю, что после запуска биржи, нашей собственной биржи Амерэкшчейдж, появятся определенные инструменты стейтинга-лендинга, которые будут давать возможность, ну, так называемого, пассивного дохода для токен-холдеров, для токен-холдеров наших токенов. Ну, не только токенов АВТ, но и других токенов, которые мы будем выводить на рынок. Непосредственно в накопительном, стабильном, в ближайшие перспективы мы не рассматриваем. Но с точки зрения возможности получения, ну, такого более фиксированного, стабильного дохода, как инструмента, предложения будут. Ну, и в ближайшей перспективе они будут на Амерэкшчейдже. На что уйдет страховой депозит? Не в управляющей компании Амерфинанс. То есть управляющая компания Амерфинанс – это как отдельный бизнес. А Амерэкшчейдж – это отдельный немножко бизнес. На что уйдет страховой депозит? Стейкинг, лендинг? Страховой депозит, который непосредственно сейчас находится, ну, есть у счета стабильного и накопительного, мы его используем в проекте Амир Капитал Секьюритес Инвестмент. То есть мы запускаем новый продукт, мы токенизируем акции фондового рынка, то есть мы за деньги страхового депозита на определенных условиях ликвидности, ну, имеется в виду, чтобы функция страхового депозита, она не потеряла своей, скажем, прямого назначения своей актуальности. При сохранении вот этих свойств, соответственно, мы применяем эти деньги на покупку акций компаний фондового рынка и, соответственно, впоследствии ее токенизации. И возможность дать людям, ну, у нас есть очень большая аудитория людей, которые торгуют, ну, или инвестируют не только в криптовалютный рынок, но и в фондовый рынок. И есть акции, ну, достаточно дорогие, и с учетом, скажем, оперативных расходов присутствия на фондовом рынке, люди, не все люди имеют возможность, скажем, активно торговать на фондовом рынке. И через проект акции, Амер Капитал Секьюритис Инвестмент, мы сильно снижаем порог входа и даем возможность, ну, войти в этот рынок. Но это вы говорите о будущем, правильно? Это же не сейчас? Это то, что вы планете. Я говорю, да, о текущем страховом фонде. А, наверное, вы имели в виду о резервном фонде, который будет составляться в будущем во всех проектах. Да, да, да. Он будет находиться на 100% под управлением наблюдательного совета. И, соответственно, какое решение примет наблюдательный совет по поводу средств, находящих на резервном фонде, это будет решение наблюдательного совета. Возможно, наблюдательный совет решит не трогать резервный фонд и просто, ну, скажем, накапливать его и пусть он будет и никогда не пригодится. Возможно, будут какие-то исполнительным органам будут предлагаться какие-то более эффективные решения по использованию резервного фонда. И, соответственно, наблюдательный совет может там поддержать, проголосовать именно по предложенным предложениям. Так, Марат Амирович, от Амир Валя 2 переходим к текущим еще насущным вопросам. Какие проблемы у компаний с ликвидностью? Есть ли вообще угроза исчезновения фонда? Угроза исчезновения фонда нет. Проблемы с ликвидностью существуют, ну, в плане того, что есть определенный кассовый разрыв, количество средств на кошельке, тех, которые люди держат для того, чтобы вывести деньги на внешние кошельки и количество денег по факту в холодных и горячих кошельках для того, чтобы дать возможность эти деньги вывести. То есть существует определенный кассовый разрыв их сегодня. ну, если уж по-честному, да, там. И все вот эти меры, которые мы принимаем, да, там, по продаже доли, по продаже токенов, это именно меры для, скажем, снижения вот этого, уменьшения этого кассового разрыва. То есть даже предложения, ну, вот такие очень, ну, с моей стороны, мне кажется, очень-очень выгодные, вкусные предложения, которые мы делаем нашему инвестору, может быть, это делается даже там в убыток, ну, в краткосрочном плане в убыток компании, ну, такая вынужденная мера, но это тоже какая-то определенная мера для того, чтобы на сегодня вот этот вот кассовый разрыв уменьшить. Можно ли пояснить, с чем связан кассовый разрыв, или все-таки это конфиденциальная информация, ее в массы нельзя говорить? Почему? Ну, то есть я очень часто об этом рассказывал ранее, и с самого начала появления, скажем так, проблем в компании, это озвучивалось в открытую. Я уже даже, ну, признавал эту ошибку, и, соответственно, там, даже просил прощения у аудитории в плане того, что эта ошибка была допущена, ну, и, соответственно, на сегодняшний день она исправляется, ну, и со своей стороны, там, клятвенно давал обещание, что такой ошибки больше не повторится. Была, ну, скажем, инвестиционная стратегия, и бизнес-модель выстроена таким образом, при росте компании, при ее развитии, деньги распределялись по определенному инвестиционному портфелю, то есть 60% портфеля – это был долгосрочный портфель, 20% – это был среднесрочный, и 20% – краткосрочный. Когда деньги к нам приходили, они распределялись именно вот по такому принципу. А когда, ну, начался большой отток, ну, первое – это повлияло само падение рынка, имеется в виду курс с 67, начал падать до 30, да, там было резкое падение до уровня 30, и это повлекло за собой, что многие людей решили зафиксировать прибыль, ну, и, соответственно, начали выводить деньги из фонда, и когда они, деньги выводились, они выводились сначала из краткосрочного портфеля. То есть технически мы не были готовы к тому, что, ну, большая часть людей начнут выводить, и технически мы могли выводить деньги, которые действительно были свободны от торговли. То есть это вот как раз краткосрочные позиции. То есть и у нас произошло так, что краткосрочные позиции опустошались в первую очередь, ну, и условно фонду нечем было торговать, потому что среднесрочные и долгосрочные позиции, они уже были размещены на рынке, и, соответственно, ну, их нельзя было или невозможно было трогать. Ну, из-за того, что, скажем, вот этот большой поток желающих выйти не прекращался, мы были вынуждены уже принимать меры, ну, скажем, под давлением, в каком-то таком спешном, оперативном порядке. Это повлекло за собой, ну, еще каких-то ряд ошибок. Соответственно, мы перекредитовывались там, соответственно, там обрезали, урезали какие-то среднесрочные и долгосрочные позиции, решения принимали достаточно, ну, в короткие сроки, и, к сожалению, в тот момент рынок для нас тоже не благоволил, но в то же время мы хотели удовлетворить, так скажем, желание нашего клиента, и вот это как снежный ком, ну, или как узел такой, он все затягивался, 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 и сильно, ну, скажем, такой негативный удар на нас произвел наша техническая, скажем, база, которая на тот момент и так уже, скажем, трещала по швам, ну, и, соответственно, когда большая оперативная, именно техническая нагрузка легла, то наша база оказалась тоже, ну, дала такую большую трещину, и с точки зрения человеческих ресурсов это тоже повлекло за собой какие-то определенные проблемы в плане того, что большая часть команды, не выдержав какой-то определенной, ну, такой физической, морально-психологической нагрузки, ну, началось такое большое паническое настроение, которое оказалось сильное давление на команду, как и внутри, так и снаружи, соответственно, у людей непосредственно, которые находятся на передовой, в какой-то момент не выдержали, скажем, нервы, и ребята просто вставали с места и уходили. И вот с конца ноября по конец декабря, наверное, у нас у самих был какой-то определенный шок, и мы долго не могли прийти в себя, ну, в плане, мы не понимали, что надо делать, мы больше выясняли причины, почему это возникло, и кто в этом виноват. И здесь, наверное, была тоже такая стратегическая ошибка в том, что не нужно было искать виноватых, а нужно было решать задачу, да, и, слава Богу, к концу декабря мы приняли на работу новую команду ребят, которая просто объективно со стороны посмотрела на это таким более трезвым взглядом, выстроила определенную стратегию дальнейшего развития, ну, то есть предложила ряд определенных антикризисных мер, ну, к которым мы прислушались и вот более-менее, скажем, продуктивно мы начали действовать только в конце декабря. Но к тому моменту начались как раз новогодние праздники, то есть мы вошли там в рождественские сначала праздники, потому что у нас очень много партнеров, они и с Запада, с Европы, наши аутсорсинговые компании, партнеры, и, наверное, в десятых числах января мы только приступили к каким-то конкретным практическим шагам. Да, мы в начале декабря тоже потеряли 10 дней на том, чтобы, ну, заключить договор там с новым провайдером, QIC, да, у нас еще ситуация загубилась, что 17 декабря старый провайдер QIC в одностороннем порядке, без каких-то... Марат Амирович, но эту историю не повторяйте, мы ее уже наизусть выучили. Давайте дальше. Интересно дальше. Если вот, ну, вот, рассматривать хронологию событий, на самом деле там все прозрачно, все понятно, и на сегодняшний день... Марат Амирович, смотрите... Да, давайте, говорите вы. Да, на сегодняшний день мы уже знаем, что нам надо делать, куда мы идем, кто это все будет делать, ну, то есть, выработанная четкая дорожная карта, ну, и, соответственно, мы сейчас, придерживаясь с нее, там, пошагово, ну, скажем, делаем действия для того, чтобы нормализовать работу компании. Вопрос, ну, терпения и... Марат Амирович, подводя итог, смотрите, если подводить итог, получается уже достаточно долгое время, просто партнеры выводили из фонда не только проценты, но процент плюс тело. Соответственно, опустошился кошелек, в котором было 20% ликвидности. Правильно? Да, да, правильно. Чтобы на сегодняшний день нам всем вместе выйти из этой ситуации, давайте все-таки партнерам предложим прям конкретный выход. Я понимаю, что на сегодняшний день, чтобы выйти, нам нужно купить доли, хотя бы... вот у нас очень активных пользователей на сегодняшний день 25 тысяч человек. Если каждый купит, грубо говоря, по 500-600 тысяч долларов токенов, это поможет выйти в фонду быстрее и вернуть ликвидность. Внутри кошелька Амир. Даже не то, что говорит снаружи, а внутри кошелька. Да, конечно, это очень сильно поможет. Я уже говорил, что на максимальном пике у нас денег в управлении было свыше 1 миллиарда долларов. Если быть точным, то это 1 миллиард, там, 67 миллионов. Да, и на минимальном показателе это было 408 миллионов долларов. То есть у нас отток произошел не 2 процентов, у нас отток произошел свыше 60 процентов. И, соответственно, вот насколько долгосрочные и среднесрочные портфели мы могли урезать, сократить, и чтобы в дальнейшем фонд эффективно работал, существовал и приносил еженедельную доходность мы там перекредитовывались. То есть, получается, мы нарушили какие-то определенные стандарты риск-менеджмента, да, но они такие подконтрольные, то есть, не критичные. Мы отошли от каких-то своих правил, но вынуждены были пойти на большие риски и чтобы в дальнейшем фонд как бы успешно дальше существовал, да, там, и, соответственно, до сих пор на сегодняшний день мы этой стратегии придерживаемся. И вот все меры, которые мы сейчас принимаем, они нам как раз дают возможность, скажем, снизить эту степень риска даже путем привлечения новых денег в управление, то есть, привлечения ликвидности, путем продажи доли, путем продажи токенов. Это, с одной стороны, дополнительно такой диверсифицированный и очень конкурентный продукт. Мы, в принципе, планировали эти продукты выводить на рынок, даже ранее об этом мы оглашали. Сейчас просто это происходит уже в таком, может быть, в режиме, что совпало, негативное составляющее, плюс то, что мы вынуждены сейчас прибегать к таким мерам, что если каждый действительно инвестор посмотрит на эти инструменты, ну, не только с точки зрения помощи компаний, хотя это для нас тоже это огромная помощь, но и с точки зрения своей собственной выгоды, то есть если быть чуть выше там, ну, скажем, страха потерять, абсолютно потерять свои деньги и посмотреть на эти инструменты, как на выгодное вложение, на выгодные инвестиции, то это очень достойные, конкурентоспособные, диверсифицированные инструменты, ну, дополнительные инструменты и, соответственно, с точки зрения и собственной выгоды, и с точки зрения помощи компании, ну, это придало бы новую динамику, новый драйв нашему развитию. Марат Амирович, инвесторы наши больше всего расстроены, потому что они недопонимали на самом деле ситуацию, соответственно, возникла паника, люди начали выводить, продать не могут, либо дешево, сейчас можно на P2P продать. В общем, ситуация такова. Поэтому, просто на самом деле наши инвесторы хотят четкого понимания, как им действовать для того, чтобы и сами выиграть, для того, чтобы и фонд продвигался дальше и расцветал, процветал. Вот прям давайте пошагово действие. Скажите, пожалуйста, поможет ли, если сейчас большинство инвесторов из кошелька переведут деньги в накопительный счет, чтобы у вас было больше денег для торгов, либо это неважно, в кошельке они, либо на накопительном счете. Да, это очень сильно поможет, по крайней мере, у нас уже будет какая-то стабильность в наших решениях, потому что мы сейчас сидим как на пороховой бочке, в плане того, что мы можем эти деньги использовать в каких-то оперативных трейдах, или эти деньги могут в любую минуту с нас затребовать. Поэтому мы скажем, очень осторожничаем и очень находимся в таком неуверенном положении, потому что непонятно, выведет деньги если человек примет решение из кошелька деньги перевести в накопительный, то у нас будет больше уверенности в том, что есть временные какие-то показатели для того, чтобы мы эти деньги могли использовать в повседневной работе, в трейдинге. И да, вот вы правильно заметили, что одна из наших таких проблем, которая оголилась в данной ситуации, что это прозрачность и вот этот информационный обмен между компанией и конечным инвестором. Соответственно, мы как бы сделали выводы, сделали выводы из тех ошибок, которые у нас оголились, соответственно, мы сейчас ведем более такую, скажем, открытую стратегию по быстрому и правильному обмену информации и правильному пониманию. В том числе, вот как вы вначале сказали, что мы внедряем какие-то определенные элементы образования, что мы не не только положил денежку, через какое-то время она приумножилась, а почему она приумножается, как она приумножается, чтобы полный цикл внутреннего производства тоже был для нашего инвестора абсолютно понятен, прозрачен и максимально, чтобы наш инвестор был вовлечен во внутренние процессы компании, чтобы при возникновении каких-то таких форс-мажорных ситуаций, чтобы люди не паниковали, а правильно понимали те процессы, которые происходят внутри компании, что на самом деле не так все страшно, как оно выглядит, потому что люди, которые не вовлечены и в меньшей степени обладают какой-то информацией, они в первую очередь более подвержены этим паническим настроением, какой-то неадекватной реакции и конкуренты или как их назвать, инфобизнесмены, люди, которые набирают аудитории за счет закошмаривания других людей, они пользуются всеми этими механизмами, ну и соответственно их задача максимально людей закошмарить, чтобы предложить им какие-то свои может быть инструменты. Бород Амирович, на самом деле дело не в этом, на самом деле могу сказать дело не в закошмаривании, а дело в том, что наверное со стороны фонда Амир Кэпитал преподносилась немного неверная информация, не быстро, не детально, и люди не понимали, что происходит, поэтому соответственно сливают депозиты свои на пи-ту-пи площадках, на пи-ту-пи платформах просто за копейки пытаются вывести хоть какие-то деньги и остаться с ними. У меня вопрос следующий, почему вы в декабре месяце еще не рассказали о том, что у нас такие проблемы существуют, или вы хотели из них как-то можно, как можно быстрее выйти самостоятельно без помощи инвесторов? На самом деле с самого начала это все открыто говорилось, открыто об этом тут я не хочу вот что-то плохое сказать там по поводу там например некоторых там сотрудников или некоторых амбассадоров, но есть факты того, что тут как говорится в картишках нет братишек, да, и некоторые люди переворачивали эту информацию таким образом, чтобы была возможность на местах максимально извлечь из этого информацию, то есть ошибка компании в том, чтобы мы не контролировали полностью процесс от начала до конца, то есть мы положились на сознательность там, ну скажем, среднего звена, да, там, что эта информация будет доноситься именно в том, ну в прямом его виде, в котором она в принципе оглашалась и доносилась, и соответственно где-то посередине эта информация начала искажаться в большинстве случаев скажем в интересах ну узкого круга лиц, узкого группы лиц, которые ну максимально из этого выжимали выгоду чисто для себя, не думая даже наверное о каких-то возможных последствиях для компании или для конечного инвестора, вот ну люди не задумывались, вот сейчас конечно мы после того, как сделали разбор полетов и даже те люди, которые активно в этом принимали участие, многие из них как бы признали свою ошибку, ну то есть есть и ошибка с нашей стороны, что мы не контролировали эту ситуацию, да, что как вы говорите информация преподносилась неполной, информация преподносилась искаженной, ну и так далее, это ошибка вот с нашей стороны, и признание было ошибки людей, так скажем, среднего звена, которые они понимали, что они могли заработать что-то для себя в моменте, но последствия, которые, скажем, произошли в дальнейшем, они нанесли намного больший урон, ну не только для них самих, но и для многих окружающих, то есть тот результат, который они получили, наверное, не стоило того, ну что они в итоге натворили, то есть они получили, они вроде бы заработали там по 50, условно, там по 100 тысяч долларов, но убытков нанесли на сотни миллионов долларов, да там, и вот когда мы наглядно просто этим людям показали, что ребят, вы могли бы заработать и больше, и при этом сделать это более экологично для всех участников процесса, ну для компаний, для конечного пользователя, вот в 99 процентах случаев как бы у ребят, скажем так, есть совесть, проснулась совесть, может быть проснулась понимание того, что мы все в итоге натворили, и ну это наша такая общая ошибка, конечно, я не хочу там упрекать каких-то отдельных личностей, да там ты виноват, ты виноват, во всем ну я вину беру на себя, имеется ввиду, что я должен был это продумать ну заранее, на несколько шагов вперед, и что возможно могут быть такие последствия, как я уже говорил, что сейчас с нашей стороны, ну и с точки зрения информационного потока, с точки зрения информационной логистики, да там, с точки зрения стратегии, которая будет выстраиваться в компании именно по ну обучению, по обмену информации, по получению источнику информации, и так далее, и так далее, мы сейчас полностью всю перестраиваем стратегию, и соответственно все это приведет к тому, что в следующий раз такой уже ошибки не будет, потому что мы растем, и мы понимаем, что мы через год мы будем весить уже так скажем 10 миллиардов, и ситуация может повториться, например, если в этот раз падение было там от миллиарда до 400 миллионов, то может в следующий раз произойти падение там от 100 миллиардов до там 20 или 40 миллиардов, и мы к этому падению должны быть и технически, и информационно, и политически, и по всем параметрам должны быть готовы, потому что это рынок, и мы понимаем, что на рынке случаются разные ситуации, разные причины, и мы ко всем разворотам событий должны быть в любом случае готовы, и как минимум, чтобы мы могли этим мягко управлять, скажем, с такими мягкими, какими-то экологическими последствиями для всех участников, ну, для, как для конечного нашего клиента, там, инвестора, да, так и для компании в целом, то есть у компании тоже есть стоят определенные какие-то планы, планы, задачи, есть люди, которые, ну, ну, привлечены для развития компании, и, соответственно, все эти колебания, они, ну, сказываются на работе компаний, на этих людях, и чтобы не подвергать людей вот таким, такого рода, скажем, давлением, такого рода испытанием, мы это должны заранее учитывать, и, соответственно, вот мы, понимая, что мы и дальше будем расти, и дальше у нас будут всякие такие, ну, ситуации, там, роста и падения, да, то есть, если смотреть на развитие компании, как на рынок, вот, то есть, у нас произошел резкий рост, и потом произошел, как бы, откат, и эта ситуация, она, ну, я четко отдаю себе, ну, понимание, что эта ситуация в будущем повторится еще несколько раз, и, соответственно, мы должны заложить такие механизмы, которые будут делать это, ну, чтобы это происходило очень мягко, экологично, органично, ну, с какими-то минимальными эмоциональными какими-то последствиями, ну, и так далее, и так далее. ну, и чтобы это технически было... но обычный инвестор все-таки видит то, что происходит вот прям сейчас, он не понимает, что вы увидите далеко совсем в цель, он понимает, что нет из компании выводов, заблокированы счета, возможно, что вообще в компании в принципе нет денег, и плюс информационная пустота. Можно ли все-таки в информационном канале на сегодняшний день, так как мы раскрылись, мы понимаем, что, и с самого начала уже говорили, к примеру, что у нас нет ликвидности в фонде для того, чтобы нам выйти из этой ситуации. Пункты такие-то, такие-то, такие-то. Можно ли все-таки в информационном официальном канале нам расписать помощь, которую нужно сделать от инвесторов для того, чтобы нам всем вместе выйти из этой ситуации как можно быстрее? Да, сейчас я очень благодарен команде, инициативной команде амбассадоров из-за того, что у нас последствия опять же всего того, что происходит в команде недостаточно людей, недостаточно количества рук, так скажем, которые могла бы осуществить какие-то вот такие вещи, которые даже хотя бы с информационной точки зрения ввели бы правильную такую, скажем, стратегию и так далее. И есть очень много хороших идей, которых хочется все это в жизнь воплотить. Опять же, это большим плюсом скажется и для конечного самого инвестора, ну и для компании в целом. И сейчас ряд ребят, то есть какое-то количество ребят предложило какие-то ряд конструктивных действий, которые, ну скажем, очень сильно помогут и в эмоциональном плане, да, структура, так скажем, и в финансовом плане в целом для компании ну очень сильно помогут ну вот в текущей ситуации. И чтобы это масштабировать, мы решили сначала это испробовать в узком кругу, так сказать, фокус-группе. И сейчас уже вот несколько таких кейсов происходят. и как только мы поймем ну весь алгоритм, весь механизм действий, тут еще конечно ситуация усугубляется тем, что у нас есть как бы как и доброжелатели, да, так и люди, которые, скажем, ну из конкурентной среды или даже из рядов наших бывших инвесторов, которые там может быть заинтересованы в нашей погибели, да, потому что они там уже какие-то конкурентные свои компании открыли и так далее. То есть мы действуем, стараемся действовать достаточно так аккуратно, осторожно, чтобы не было передергиваний, злоупотреблений. Вот поверьте, вот все меры, которые мы принимаем и вся та информация, которая исходит от нас, она на самом деле достаточно открыта, откровенна и направлена именно на улучшение ситуации, но люди это очень сильно переворачивают, передергивают и потом все, что сказано нами и грубо говоря, используют против нас. И сейчас мы не стоим на месте, как я уже говорил, я очень благодарен тем ребятам, которые сейчас подключились именно к новой вот этой программе и это не просто слова, а это уже конкретные действия с конкретными кейсами. Ну вот и я во все оружии стараюсь помогать, предоставлять все ресурсы, в том числе непосредственно самому принимать в этом всем участии и в ближайшее время, то есть Светлана, отвечая если прямо на вопрос, то скажем так, январь-февраль у нас ушел на то, чтобы решить технические задачи и вот сейчас например уже там февраль-март это уже наверное вопрос таких политических и каких-то технологических задач то есть если мы технические задачи решили закрыли теперь уже вопрос наверное больше такой эмоциональной политической составляющей чтобы все люди собрались пришли в себя начали действовать какие-то определенные выполнять действия где из финансовой точки зрения они сильно очень выиграют и в то же время быстрее наведем порядок во всем деле то есть идеальная картинка это когда полноценно кошелек работает без каких-либо ограничений со свободным входом свободным выходом без каких-либо ограничений по суммам ну и так далее и так далее то есть и технологически таком удобным продуктом и мы к этому идем и очень сильно на это влияет эмоциональная составляющая и чтобы сейчас вот эту эмоциональную составляющую привести в правильное такое русло вот команда ребят к этому подключилась и просто вот пошагово грубо говоря за ручку нас берет и пошагово показывает что Марат Амирович я вас поняла можно ли все-таки в официальных каналах выставить такую информацию ребят если вдруг в официальных каналах в ближайшее время не выставят эту информацию я вам сейчас подытожу то что сказал Марат Амирович все деньги которые у вас есть на кошельке переводим на накопительный счет тем самым вы очень сильно поможете фонду в любом случае есть регламенты на вывод больше 500 долларов не нужно на сегодняшний день держать на кошельке если что вы поставите из накопительного на вывод и сможете вывести в то назначенное время в которое у нас получится выйти из этой ситуации дальше покупаем обязательно токены покупаем обязательно долю по возможности вы не только поможете фонду но также вы приумножите свой капитал в ближайший год полтора обязательно покупаем курс с алимен и становимся солнечным лучезарным человеком потому что когда вы становитесь богатыми вы должны излучать доброту и сияние изнутри также проходим курс Амир Академия почему потому что все должны стать квалифицированными инвесторами которые приходят в фонд Амир Кэпитал все верно Светлана может быть может быть как это выглядит со стороны и то что вы озвучили на самом деле это до того ну вот взаимовыгодно логичные шаги то есть да действительно от этого выиграет и фонд но от этого и выиграете вы как конечные пользователи всего этого и вот если честно может быть Светлана у меня наверное не хватало смелости вот так вот как бы скажем по полочкам но вот еще раз повторюсь преподнести да как с языка сняли вот как рекомендацию я поддержу поддерживаю вас прям двумя ротами хорошо и последний момент мы не обещаем сейчас на данный момент когда откроем выводы всем участникам потому что мы до сих пор все равно не понимаем сроки правильно Марат Амирович просто обещать нельзя уже да технически мы зависим от многих других внешних обстоятельств и на эти внешние обстоятельства мы ну не можем никак повлиять да мы со своей стороны предпринимаем все меры чтобы это произошло вот насколько это возможно быстро но вот к сожалению зависим от многих внешних факторов на которые мы повлиять не можем и поэтому озвучивая какие-то сроки мы лишний раз становимся обманщиками да и чтобы в следующий раз уже не быть обманщиком мы уже какими-то ну вот тянем время говорим ребят скоро ждите терпите но сами в этом очень ровно заинтересованы и ну вот прилагаем для этого усилия неимоверные можно сказать усилия всей команды так еще момент Марат Амирович мне тут прислали замечание по поводу ликвидности все-таки что это не значит что в фонде нет денег уточняйте что проблема не в ликвидности фонда а именно речь идет о краткосрочной да здесь многие когда ты озвучиваешь что там нет ликвидности все думают что нет денег нет ребят вот если с точки зрения производства смотреть то например мы купили там кожу для пошива кроссовок мы купили кожу для пошива кроссовок и соответственно мы раскроили эту кожу и раскроенная кожа ждет ну производственного процесса пошива кроссовок и соответственно после того как мы пошьем все кроссовки и их продадим у нас денег будет в 5 раз больше чем мы потратили на пошив этих кроссовок но в данный момент если вы мне скажете верни мне целую кожу то у меня дефицит ликвидности чтобы вернуть вам целую кожу то есть есть разница ну вот это и называется кассовый разрыв да между возвратом целой кожи и возвратом прибыли от продукции которая будет в итоге ну после реализации продукции надеемся да 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 объяснили еще такой момент постарался с точки зрения производства объяснить что ну деньги в сохранности в абсолютной безопасности просто есть определенная форма производственных процессов которые не дает возможности в моменте их отдать да а нужно какое-то время чтобы скажем оно с одной стороны и приумножится принесет нам прибыль и скажем эти деньги тогда еще раз еще раз кому на сегодняшний день не очень-то прям сильно нужны деньги мы просто не переживаем а рассматриваем Амир Кэпитал как долгосрочное инвестирование все свои проценты которые приходят по понедельникам мы перечисляем назад на накопительный счет и даем трейдерам возможность торговать и увеличивать капитал правильно совершенно верно отлично тем самым мы быстрее выйдем опять же из этой ситуации и вопрос Марат Амирович максимально как вы думаете 3-4 месяца людям просто ну те которые могут потерпеть на какой период времени все-таки забыть возможно они пусть отдохнут вообще не будут следить за Амир Кэпитал но давайте просто их перенаправим фокус внимания чтобы они не переживали что мы пропадем мы работаем мы делаем деньги ваши приумножаются на какой период времени просто им забыть о фонде и перевести свои деньги в накопительный счет ту дорожную карту которую мы озвучивали мы стараемся ее придерживаться и я думаю что мы уложимся в те сроки которые мы задекларировали и честно говоря мы ее брали с запасом и соответственно надеюсь что мы ее выполним намного раньше чем мы задекларировали то есть то что мы говорили у нас январь февраль месяц будут вот такие ограничения март месяц будут такие ограничения там апрель месяц будут такие ограничения и май месяц уже полный выход на полный функционал нашего кошелька этого графика мы до сих пор придерживаемся и до сих пор у нас есть определенный запас прочности мощности да сейчас вот буквально одна неделя у нас ну такая скажем ну вот аудит проверка ну и в дальнейшем соответственно после как скажем проверки всех вот этих возможных тонкостей оно пойдет намного быстрее ну в общем ребят кому на сегодняшний день не очень нужны средства лучше заведите их в накопительный до июня месяца и не выводите это подводя итоги слов Марата Амирыч потому что Марат Амирыч сейчас опять может пообещать что-то может сдвинуться потому что на сегодняшний день идет большая продуктивная работа но в сроке мы можем не уложиться к сожалению Светлана следите за ну я бы что добавил следите за ну будьте максимально вовлечены все что происходит внутри компаний и мы предлагаем очень много дополнительных продуктов других продуктов и они дают не только дали там возможность приумножить капитал в каком-то долгосрочном периоде но и дают возможность там ну вот просто текущие какие-то задачи решить и соответственно там дают возможность в моменте даже немножко подзаработать и увеличить свой капитал то есть сейчас мы будем выводить на рынок подряд ряд хороших инструментов это не просто вот забыть забыть про компанию и там не обращать внимания у кого-то понимаете Марат Амирович у кого-то просто нервы сдают поэтому иногда проще отключиться чем нежели следить за чем-то это просто со стороны некоторых инвесторов как бы многих инвесторов им проще будет следить за развитием компании в другой позиции понимаете проще понимать что все мы с деньгами фонд Амир Кэпитал никуда не пропадает мы пускаем свою всю энергию на развитие мы понимаем что все хорошо до июня месяца следим по возможности мы запускаем лимитированные выводы мы все для этого делаем с утра до ночи вся информация будет узнаваться из официальных источников ну что я думаю мы сегодня выдали хорошие спасибо большое да спасибо большое за помощь спасибо большое вам за эфир Марат Амирович за понимание да Светлане за то что она там по полочкам помогает разжевывать расставить все прям по местам всем большое спасибо в общем ребят мы с вами не сливайте свои USDT по 30 35 28 через полгода вы об этом очень сильно пожалеете держитесь крепитесь найдите вариант сейчас перебиться каким-то заработком можем с вами устроить зум и обсудить это спасибо вам большое до новых встреч Марат Амирович спасибо большое что присоединились к нашему эфиру и были настолько откровенны сегодня на самом деле этого эфира ждали все давно и именно таким он должен был быть спасибо спасибо большое Светлана да до новых встреч всем до свидания до свидания Global Star Club возможности безграничны